Добрый вечер, в эфире Арии Радио, программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 22 июня, понедельник, и я вас приветствую в нашем эфире. 22 июня, Ивана Купала, день летнего солнцестояния, такой древний русский праздник. Русские относятся к народам такого арийского начала, религиозного. Слово «арий» происходит не от того, что они там светлые какие-то кожи были или там светловолосые. Арии происходят потому, что они верили в образ Бога, и солнце, в общем-то, так сказать, это считалось у арийцев образом Бога высшей силы. И поэтому они называли себя ариями. В русском языке арий, он как бы ярий. Буква «я» состоит из двух звуков – «и», «а». Поэтому «асы», а в русском языке «язы». Или, может быть, правильнее были «азы», а в русском, так сказать, «язык» отсюда произошло. Так и здесь, вот это арий, а в русском языке «ярий». И для вот этих арийцев солнце и вот этот праздник являлось таким ключевым праздником в их вот этом годовом календаре. Зимнему солнцестоянию приурочивалось там зимний праздник, когда начинал увеличиваться такой световой день, солнечный день. А летом главный праздник – это когда самый длинный день, вот эти самые длинные дни, там, 22-е, 23-е, там, июня. И не случайно, в общем-то, господин Гитлер начал войну с Советским Союзом 22-го июня. То есть он считал, что немцы – это арийцы. Ну, я так думаю, что он слегка тут ошибался, слегка ошибался. Вообще, по моей теории, к немцам как раз пришли вот эти арийцы Одина, и они как бы, значит, вернули немцам вот это, значит, вот это, в эти религиозные, старые религиозные коды, которые они, в общем-то, и раньше у протогерманских племен были. Но вот эти арийцы Одина они вернули, на самом деле возродили древнюю религию. Ну, немножко в новом виде. А так, так как Один и Асы происходили с территории России, и Один после того, как умер, он вернулся, значит, и Асгард находится здесь, то, соответственно, арийцы жили здесь. Опять же, подчеркиваю, арийцы – это не расовый тип, потому что к арийцам относятся с точки зрения религиозной некоторые даже такие монголоидные, значит, народы или смешанные народы. Праздник издревле праздновался на Руси, и я всех поздравляю с этим праздником солнечным. Так, начну с вопросов в чате. То есть, есть вопросы уже до начала передачи, есть вопросы в чате. Так, Алексей пишет. События в Матрице. Греческие банки вводят лимиты на выдачу наличных. Повторяется история 2013 года на Кипре. Зачем было тянуть Грецию более шести лет за уши из дефолта, чтобы потом бросить в этот самый дефолт именно сейчас? Ну, давайте вот Алексей как бы задал вектор сегодняшней темы, и я попробую вот свою позицию в этом отношении, в этой ситуации высказать. Что вот я, например, думаю по поводу вот этого греческого дефолта вообще, то, что творится с евро, потому что, ну, это одна из главных новостей в Европе, это мировая новость, ход договоренности Евробанка с Грецией, о том, будет ли выплачивать греческое правительство долги, там, не будет оно выплачивать, или там дефолт, откажется от выплаты долгов, будет ли дефолт, ну, вот все эти вот эти перипетии, они на самом деле очень серьезно влияют на мировую экономику, на отношение инвесторов, там, к евро, к доллару, к золоту, и по большому счету на этом, значит, сейчас там народ хорошо зарабатывает, насколько я понимаю. Я вот сегодня как раз думал на эту тему, что такое, в общем-то, с этой вот Грецией творится, и почему там Евробанк не может дать еще немножко денег Греции. Просто объясню, вот как я это вижу. Ситуация, ну, я напомню, что Греция должна 240 миллиардов евро, астрономическую сумму, деньги уже потрачены, и вот казалось бы, что Евробанк, ну, вот он как бы может еще немножко напечатать денег и дать Греции. На самом деле, а да, Евробанк артащится, не хочет там реструктурировать долги, прощает долги, там, ну, это, конечно, греки заняли у каких-то европейских банков, а Евробанк не хочет вот брать на себя вот эти долги, вот, помогать Греции. Что происходит? На мой взгляд, самое страшное, чего боятся европейские банкиры, политики, экономисты, бизнесмены, вообще европейцы, это дискредитация самой идеи вот этих денег, вот эти вообще денежные системы в Европе и в мире. Дело в том, что, ну, традиционно деньги имели за собой какой-то, в общем-то, материальный эквивалент. Ну, раньше, когда их, наверное, напечатали, начали печатать бумажные деньги, ну, какой-то материальный эквивалент, либо это была некая такая жесткая административная система, как в Китае, там, в общем, придумали первые бумажные деньги, и была, так сказать, жесткая установка была, что человек, крестьянин, там, ремесленник, там, мещанин какой-то, вот, он вот эти деньги бумажные, он должен, он обязан принимать. Ну, вот такая административная система за этим ставила. Но на самом деле деньги, они имели изначально какой-то материальный эквивалент, там, в виде золота, серебра, немножко, там, меди. Вот, где-то там еще, там, на Руси были, там, куны, арабы описывали вот эти куны, такие уже, так, пристрепавшиеся, вот, значит, меха, то ли куницы, то ли хрен знает какого там пушного зверька, которыми рассчитывались еще, там, в 11-м, чуть ли не в 12-м веках на Руси. Ну, и вообще не только на Руси на этом пространстве. Так вот, деньги, они имели, вот, некое такое выражение. Но в 20-м веке, когда вот это вот это золото, оно, в общем, перестало удовлетворять растущей экономике мира, была принята некая другая система, когда, значит, на самом деле деньги просто стали печататься на бумаге, и как бы предполагалось, что инвестор, или, там, в общем-то, участник этого рынка, он, там, получал эти деньги, вот, там, на 100 долларов. И за этими 100 долларами ничего, как бы, нет. Есть просто вот бумага, ты должен поверить, что эти 100 долларов, они обладают какой-то ценой, вот, или, значит, эти 100 долларов выражены в каком-то товаре, которые тебе на эти 100 долларов должны отгрузить. Ну, все как бы поверили, все замечательно, вот. На самом деле вот этих деталей не знает не то, что основная масса участников этого рынка, а, наверное, 100% участников рынка не знает, кроме, ну, может быть, там, нескольких сотен банкиров, вот, нескольких сотен, там, политиков, а, может, всего их там несколько сотен, которые четко понимают, что эти деньги являются цифрами, бумагой. Да, значит, за этими деньгами стоят какие-то, так сказать, стоят какие-то материальные ресурсы, но сами эти деньги, они произведены из ничего. То есть есть какой-то участник рынка. В данном случае, значит, Евробанк, раньше это были правительства, там, так сказать, государства европейские, которые там потом обменяли свои, там, валюты на евро, которые напечатали эту бумагу, и все, в общем-то, играют в игру в эту, предполагается, что эта бумага имеет некую ценность, вот то, что там написано о ней. На самом деле, в реальности, она не имеет вообще никакой ценности, она вообще имеет нулевую ценность. Вот сколько вот стоит эта бумага, на которой она напечатана, и все. А на самом деле, эти деньги, это некий договор. Договор, значит, даже как бы фантики такие, игра. Знаете, как среди детей тоже раздают там фантики, значит, ну, вы можете вот взять фантики, собрать детишек, искать детишки. Вот смотрите, я вам всем даю по пять фантиков, вот. И вы там друг с другом там, значит, что-то там хотите играть, там, менять что-то, вот, оказывать какие-то услуги, ну, можете играть в какую-то игру. И вы вот рассчитываетесь этими фантиками, и все, в общем-то, так сказать, как бы должны принимать эти фантики. Вот я вам, дядя такой-то, так сказать, сообщаю, что эти фантики являются, так сказать, эквивалентом того, что у вас тут лежит в вашей собственности. Ну и хорошо, что дети вот такие наивные существа, они, в принципе, в это дело могут поверить и, значит, начинать за эти фантики там отдавать там свои там перочинные ножики, там, может быть, ну, сейчас уже, так сказать, не так вот там, лет 30 назад оно было все-таки так. Сейчас там, может быть, там, телефоны могут отдавать. Ну, чем там дети, так сказать, меняются? Может быть, это уже ушло в прошлое, но здесь я просто хочу показать модель, как это выглядит. В данном случае у взрослых людей та же самая история. У взрослых людей существуют какие-то материальные объекты, какие-то материальные ресурсы, какая-то продукция. Этим взрослым людям тоже раздали вот эти фантики и сказали, что это вот теперь деньги. Ну, фишка-то в чем еще? Фишка в том, что эти фантики, вы, в общем-то, так сказать, имеете право, ну, единственное, что такое Европейский Центробанк, вы единственное имеете право эти фантики, в общем-то, так сказать, печатать, ну, вот, или там, значит, покупать конфеты, снимать с них фантики, раздавать детям. Они должны это принимать. Значит, на каком-то этапе дети поймут, что тут есть какой-то обман. Ну, как это так? У него есть там перочин и ножик, у него, значит, а у взрослых людей там есть какие-то ресурсы. То есть то, во что они вложили свой труд. В результате этот труд они должны, как бы, отдавать вот за эти фантики. Ну, пока все играют в эту игру. Эти фантики чего-то стоят. И действительно, значит, там, эти фантики котируются. Вот, котируются они к доллару, там, к золоту, там, еще к нефти, еще к чему-то. Но на самом деле они продолжают все равно оставаться фантиками. И самое главное в этой игре, то, что детишки, чтобы детишки верили в эту стоимость этих фантиков. Так вот, в чем проблема, той же самой ситуации с Грецией. Если Евробанк, который может напечатать эти 200 миллиардов евро, легко, он спишет деньги Греции, все поймут. Ребята, они-то взяли эти самые, значит, реальные ресурсы, реальные, значит, материальные блага, там, выплатили своим пенсионерам эти фантики, так сказать, вот. На эти фантики они, в общем-то, эти пенсионеры там покупили еды, там, товаров, ну, там, вся Греция пожила хорошо на 240 миллиардов евро. А вот этот дядя, который из Евробанка, он сейчас еще напечатает, и, в общем-то, это, так сказать, это, как бы, мусор. Это же, как бы, не деньги. Это же ничего не стоит. Это самое страшное, что население Европы въедет в это. Вот это самое страшное. С другой стороны, знаете, как бы, люди, существа очень впечатлительные, поэтому их можно загрузить по полной программе. Ну, в теории. Но, тем не менее, знаете, вот игры с этими деньгами, они зашли достаточно далеко. Они достаточно далеко зашли, игры с деньгами, вот с этими фантиками, что все может обрушить вообще мировую финансовую систему. Реально все эти деньги существуют исключительно на бумаге. То есть за этими деньгами оно, как бы, числится, считается, что эти деньги обеспечены какими-то товарами. Но в результате это просто игра. Это дядя принес фантики и сказал, что, так сказать, вот то, что ты там владеешь машиной, квартирой, землей, урожай ты собрал с земли, ты видишь, этими фантиками рассчитываешь, значит, тебе тоже за эти фантики дают бензин, семена там дают, значит, тебе там люди там работают за эти фантики, там продают технику какую-то. То есть фантики-то работают, но в какой-то момент общество может в эти фантики перестать верить, может въехать. Так вот, Греция, это как раз тот самый случай, когда все европейцы могут въехать, что все эти деньги являются фантиками. То есть что такое долг Италии? Там, значит, у Италии там долг чуть ли не 2 триллиона долларов, даже больше. А у Франции тоже долг там порядка 2-х там с чем-то триллионов долларов, может быть, даже больше. Значит, у Греции там 250 миллиардов. То есть получается, что они потребили, значит, вот эти государства, они взяли вот эти, значит, деньги, раздали кому-то, получили ресурсы. Эти ресурсы уже использованы. А денег этих, как бы, так сказать, они обратно вернулись там тем, кто им отдал все. Вот они где-то там вращаются, эти деньги. Но ресурсов за этими фантиками нет. И самое главное, самое основное, на мой взгляд, вот для этих европейских банкиров, политиков, это, чтобы люди не перестали верить в эти фантики. Вот отсюда вся вот эта бодяга вокруг греческих долгов. Вот как только народ поймет, что эти деньги можно легко напечатать, кстати, сказать, украинцы в этом отношении более продвинутые люди. То есть они прекрасно понимают, даже на уровне такого обыденного сознания, что эти деньги, это евро, это, значит, печатает какой-то дядя в Евробанке, поэтому они были свято уверены, что как только они присоединятся к Европе, кинут Россию, Европа напечатает, ЕЦБ напечатает кучу этих фантиков и вручит их украинцам, и они, в общем-то, загребут товаров на эту сумму из Европы и будет хорошо жить. Там 50 миллиардов евро. А Янукович просил 150 миллиардов евро. Ну, то есть, на самом деле, политики это понимают уже давно. На уровне обывателя понимают это только вот, значит, такие ушлые товарищи, типа украинцев. Вот они понимают. А Европа еще этого не понимает. Европа этого еще не понимает. В Америке этого тоже не понимают. Но вот процесс, он идет вот в этом направлении. На самом деле, напечатать денег можно сколько угодно. За этими деньгами нет ничего абсолютно. И вот это самое страшное. Пока люди играют в фантики, верят в них, да, система экономическая, мировая система более-менее стабильна. Но есть такое у меня ощущение, что вот, значит, долги государства, они превысили, их там ВВП, а превысили вообще все возможные пределы. Всякий здравый смысл. И вот эта система, она распадется. А как она распадется? А вот не станет этот самый продавец там или производитель продавать на фантики что-то. Люди могут изобрести что-то новенькое. Вообще, я считаю, что мир стоит на пороге изобретения новой валюты. Почему вот, значит, там ополчились на этот биткоин? Потому что вот это как бы форма поиска нового такого всеобщего эквивалента. Причем биткоин, он основан, с одной стороны, в базе своей, он там на каких-то, так сказать, вычислительных мощностях, с другой стороны, конечно, дутый пузырь. Но это все равно какая-то рыночная единица, которая основана хоть на чем-то материальном. Деньги вообще ни на чем не основаны. Ну, ни на чем. Вот золото тоже, так сказать, там в базе, но все равно какие-то, так сказать, какой-то металл, который нержавеет, который используется там ограничено в ювелирной промышленности и там ограничено там в какой-то там электронной промышленности. А вот эти бумаги, вот эти сейчас даже еще не опускаются, не скатываются до бумаг, вообще там просто цифры имитируют. То есть они гуляют между там карточками, так сказать, все это условно единицы. Абсолютно. Абсолютно. Вот, на мой взгляд, проблема в чем состоит с Грецией. То есть не в том, что грекам не могут простить эти деньги, реструктурировать, дать эти деньги, а в том, что игра станет понятна. Всей публике станет понятно, на чем основана вообще там вся финансовая система. А греки, я считаю, что они как бы молодцы. Они совершенно сделали в этом... Ну, как молодцы. Они сделали некрасиво с точки зрения европейской солидарности, но с точки зрения таких ушлых людей они сделали все правильно. А греческие политики, руководители, они прекрасно понимали, что это европейские деньги, бумага, это, в общем-то, бумага. Они набрали этих кредитов. На эти кредиты, соответственно, Греция купила товаров, потому что они же как бы, так сказать, не фантики там складировали. Судя по тому, что фантиков у них мало, они их активно потратили. Все эти 240 миллиардов евро они потрачены. Потрачены на реальный ресурс. То есть, они реально покупали там машины, там, я не знаю, значит, там технику, строили заводы, там, я не знаю, что, так сказать, просто проедали. Вот. А теперь, когда, так сказать, нужно там эти фантики отдавать, они и говорят, ЕЦБ. Ребята, ну, чего вы тут? Да это же бумага. Если ЕЦБ признает, что это бумага, что можно нарисовать еще, греки говорят, да можно же нарисовать-то еще, че, че вы, че вы, жалко, что ли? Все. Игра закончится. Вот такое мое видение. Так. Роман 2. Европа не понимает про фантики, потому что инфляция у них низкая. Европа, конечно, не понимает про фантики, но, знаете, как сегодня низкая инфляция. Они боятся, с одной стороны, печатать эти деньги, с другой стороны, эти деньги, они перестали играть какую-то такую, в общем-то, роль локомотива экономики. И вообще в мире требуется острая потребность в денежном всеобщем эквиваленте. Ну, не денежном, в общем-то, не денежном, возможно, может, он называться будет как-то по-другому, во всеобщем эквиваленте. Народ стал более недоверчив. Инфляция инфляции, но вот, тем не менее, есть, существует какое-то ощущение, что люди перестают верить вот в эти бумажные деньги. Не знаю, что произошло. Может быть, интернет как бы изменил психологию, может быть, еще что-то. Но я вот чувствую по высказываниям каких-то там политиков, каких-то там, значит, экономистов западных. В России там, ну, может быть, там кто-то и понимает. Кто-то и понимает. Но не буду там фамилии называть. Есть, есть там парочка, так сказать, высказываний была. Но это только Нехазин все-таки. Вот. А вот в мире, мне кажется, уже там народ понимает, что игра, она подходит к концу. Вот она ним пишет. Долг Греции 330 миллиардов евро. Ну, замечательно. Замечательно. То есть, что значит долг Греции? То есть, никто этой Греции по большому счету ничего там вот в долг не давал. Вот эти люди, которые отдавали результаты своего труда, они в долг не давали. они получили вроде не в долг, а им заплатили за этот товар вот этими фантиками. И на самом деле массы людей в Европе не догадываются о многом. Не догадываются. Но в один прекрасный день все это может рухнуть. Ну, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Но мне кажется, аналогично достаточно. Так. Борис, плюс к вашим словам про фантики еще есть куча проблемных стран еврозонных, которые тоже вполне обоснованно захотят прощения их долгов вслед за Грецией. Тогда будет полный коллапс. Ну, конечно. Итальянцы хотят. Испанцы там уже как бы в очереди стоят, там сучат ногами. Французы, я думаю, что не прочь тоже в общем-то как-то слить этот долг. Потому что его нереально отдать. На самом деле, понимаете, если, значит, Евробанк начинает там выпускать деньги, все. Все. Вся финансовая система Европы распадается. А получить с Грецией ничего нельзя. Значит, надо четко понимать. Греки стали на такую твердую позицию, что нет, денег мы вам не отдадим. Ну, что там? Напечатайте еще. Еще напечатайте. У них совершенно понятная, четкая, ясная позиция. Денег вам не отдадим. Печатайте. Печатайте еще. Я считаю, что подход достаточно здравый у них. Александр, уже как пару лет у меня в голове примерно такие же мысли насчет бумажек. Инфляция гуляет в воздухе, отличный эфир. Ну, вот, знаете, поиски, поиски всеобщего эквивалента, они ведутся. и у меня есть ощущение, что что-то может появиться. Значит, раньше вот такую функцию выполняло золото. Значит, потом думали, давайте-ка заменим вот это золото неким таким условным нефтедолларом. То, что все будет приравнено по цене вот к к нефти. Опять же, и золото, и нефть, это с одной стороны, да, это какой-то, значит, нефть, это какая-то там энергетическая единица, вот ее можно там чему-то приравнять. Золото тоже, как бы, так сказать, не ржавеет, но тем не менее, все это на самом деле товары. И эти товары, они, как и любые другие товары, они подвержены девальвации или, значит, скачкам в силу того, что эти товары можно в разные годы или добывать их можно улучшить способы добычи, вот как золото. Открыли там новый карьер, начали добывать золото, тоже, в общем-то, вместо фантиков начали, в общем-то, это золото выкапывать из земли. Ну, тоже, как бы, так сказать, производят тоже, в общем-то, условно фантики, но оно, как бы, за этими фантиками существует, какой-то материальный объект, но этот материальный объект будет печатать тот, у кого будут золотые какие-то прииски. Производителем этих фантиков будет там ЮАР, самым таким, одним из крупнейших, там, ну, Россия, кстати, тоже там добывает золото, там есть возможности, перспективы. Соединенные Штаты, Китай, но тем не менее, значит, где-то там в других, на Намибии, такая, в общем, продвинутая страна, и ЕЦБ, ни Американская Федеральная Резервная Система, они не могут допустить, чтобы вот эти денежные эмиссии занимался, занималась там Намибия, ЮАР, там, Китай. Поэтому золото не будет, наверное, признано, ну, и оно по своим каким-то вот таким, не физическим качествам, а по своим перспективам, там, расширения добычи, там, вот, а это золото, не может оно играть роль такого единицы финансовой. Ну, хорошо, там, золоту привяжут, там, там, мировую какую-нибудь валюту, но начнут добывать, там, золото везде. В конце концов, там, добудут золото, там, будут сейчас добывать, там, две тысячи тонн в год добывают, а будут за ним добывать двадцать тысяч тонн. На самом деле, просто кинут туда ресурсы, и себестоимость добычи там упадет. То есть, это будет тоже производство фантиков. Роман Два, ну, как с каучуком, про который вы рассказывали? Возможно, так, возможно, так. Вася программист, биткоин, кстати, с марта устаканился на 250 долларов. Ну, вот, биткоин, ну, это все условно, значит, все это условно. На самом деле, самая большая проблема человечества, это как раз вот создать денежную единицу. ЕЦБ и Федеральная резервная система, ну, сейчас Китай там со своим юанем, они вот какую-то там роль играют. Ну, особенно там евро и доллар, там, 75 процентов мировых валютных резервов, они как бы в долларе. то есть у банков, там, в общем-то, валюта, это в долларе. 19 процентов в евро. Остальное там вот в фунте стерлинги, там, во всяких таких еще, там, в швейцарском франке, ну, на самом деле все, все, у всех это фантики. У всех. И финансисты это все прекрасно понимают. Ситуация с Грецией, ситуация с американским долгом, ситуация с итальянским долгом, испанским и французским долгом, вообще там, значит, с долговыми, с долговыми, с долговой ситуацией у всех этих стран, она как раз подчеркивает, что эти валюты и существование эмиссионных центров это жульничество в чистом виде. На самом деле, значит, те, кто печатает доллары, они как бы, в общем-то, транслируют через эти доллары, как бы договор Америки, что, значит, эти доллары будут приниматься там в Америке и, в общем-то, их принимают во всем мире. Но все это до поры до времени. Все это до поры до времени. В какой-то момент народ поймет, что за этими долларами ничего, в общем-то, нет, кроме того, что у них, вот, так сказать, есть в собственности, вот, и какие-то дяди могут напечатать еще долларов, они могут, они должны отдать свою собственность, свои, значит, продукты своего труда и получат еще, как бы, так сказать, этих долларов. А когда, значит, возникнет необходимость предложить эти доллары, значит, и купить что-то, так сказать, себе обратно, то может там возникнуть ситуация, что все захотят их сбросить, а никто не захочет за них ничего продавать. Может быть, и такое. То есть, вот этого, я так думаю, боятся все финансисты. Роман 2. Не все финансисты, а финансисты, которые понимают в этом. Роман 2. Герман Стерлигов во всем предлагал перейти на серебро. Серебро тоже товар. Серебро тоже товар. Сколько там добывается, значит, в мире, ну, будут добывать там в 10 раз больше. В эмиссионный центр финансово превратятся в добывающие серебро страны. Там какой-нибудь, какой-нибудь Чили. В Боливии серебро добывают. В Боливии, еще недалеко от Ла-Паса, там крупнейшие там серебряные рудники. Еще там со времен там инков. Испанцы там добывали это серебро. Ну, вот, значит, Боливия станет имитировать валюту. Ну, на самом деле, даже вот Боливия там, добывая серебро, имитируя новую валюту, значит, отдавая их людям, для того, чтобы они на эту валюту там друг с другом там обменивались товарами, расплачиваясь серебром, Боливия превращается, так сказать, таким образом, вот, так сказать, в эмиссионный центр. То есть, себестоимость добычи серебра там будет, к примеру, там, не знаю, тысячу долларов там за килограмм. Ну, я условно говорю, тысячу долларов за килограмм. А в результате того, что вот этого серебра нужно будет много, много, и это серебро должно будет обслуживать мировую экономику, значит, рыночная цена этого серебра будет там 10 тысяч долларов за килограмм. В результате Боливия там, в общем-то, превратится в эмиссионный центр. То есть, не вкладывая, значит, труд в 9 тысяч долларов, там, тысячу долларов они будут вкладывать труд, стоимость этого килограмма серебра, а вот 9 тысяч долларов они будут получать просто с неба. За счет того, что у них там вот в земле есть это самое, это серебро. И вообще, эта проблема такая очень серьезная, проблема очень серьезная. Виктор, денег, возможно, Греция и не отдаст, а будет расплачиваться островами с развитой туринфраструктуры. Не отдаст Греции, и ничем не будет она расплачиваться. Греки, насколько я понял, поставили вопрос с ребром. Вопросы они поставили так, вам что жалко? Это же фантики, напечатайте еще, и все. Все, проблем-то. ЕЦБ, вот я знаю, там планы ЕЦБ, значит, там в 2015-2016 году, они планируют, потому что нет инфляции, а инфляция, она двигает там экономику, торговлю, нет инфляции, значит, ЕЦБ планирует увеличить там баланс денежной массы, там у них там то ли 2 триллиона, то ли 2 с чем-то триллиона евро, они хотят довести, значит, баланс денежной массы до 3 триллионов. То есть, 1 триллион они хотят напечатать. Потом они как-то эти деньги там будут вытаскивать. Там тайна покрытая мраком. Что-то публикуется в этих отчетах, в этих отчетах, насколько я понимаю, мало кто разбирается. В общем-то, по сути, мало кто разбирается в ситуации. Но эта ситуация может в один прекрасный день при помощи греков стать абсолютно ясной для там 600 миллионов европейцев и вообще для всего мира. Вот такое может быть. Вега, добрый вечер, Владислав, но ведь злые дяди могут и голову от греков открутить за такие фантики. Могут. Могут. И это, в общем-то, мне кажется, последний аргумент. Мне кажется, это самый такой аргумент, который, может быть, подействует на этих греков. А так они проявляют полное непонимание. Они там чуть-чуть сократили для Близира какие-то расходы, а так не собираются ничего, так сказать, возвращать. Это очевидно, это ясно. И это нарушает встроенную систему вот эту матрицу финансовую. Когда вот, значит, кто-то печатает, есть какой-то эмиссионный центр, который клепает деньги, и все признают эти фантики деньгами. Ну, вот как дети. Вот я объяснил, так сказать, может, что-то прослушал. То есть детям раздал, сказал, дети, теперь вот это вот, так сказать, вот за эти фантики вы между собой, так сказать, там вот свои там эти игрушки, так сказать, друг другу отдаете. Все замечательно, дети приняли эту игру, только вот тот дядя, который эти фантики раздал, вот, он же раздал их не бесплатно, он кому-то судил из этих детей фантики, и все. Получается, он эти деньги подарил. А почему, так сказать, не всем-то, да? И там масса непоняток возникает. Алексей, нет, евро, доллары, рубли это не фантики, а фиатные деньги, обеспеченные кредитом, причем долгов больше, чем денег. Например, долларов 11 триллионов, а долгов в долларах более 100 триллионов. То есть, один доллар в бумаге приходится, на один доллар в бумаге приходится 9 долларов долга. На один рубль в бумаге приходится где-то полтора рубля. Все замечательно, но, понимаете, я насколько понимаю, население и России, и вот этих ведущих стран мира, оно как бы не совсем вникает в эту ситуацию, но с помощью греков оно вникнет. И самое главное, самое страшное, самое опасное, эпоха эмиссионных центров пройдет. А что это такое? Дело-то ведь не только в деньгах. Дело в том, что деньги, они дают вот этим эмиссионным центрам, вот контроль над печатанием денег, власть. То есть, когда из воздуха эти взрослые дяди печатают эти фантики, раздают всем, и люди, значит, потом берут там кредиты, что-то там между собой обмениваются, если долгов в 100 триллионов, то получается, что в реальности, в реальности, так сказать, эта ситуация, я думаю, что поддерживается так сознательно достаточно. В реальности, если там все захотят получить там долгов обратно, или там, наоборот, все должны, или там, наоборот, все откажутся платить, то система рухнет. Система, опять же, которая основана на том, что, значит, ты там получил какие-то деньги, вот, и должен там их продать эти, значит, ты купил товары, должен на эти деньги, опять же, продать товар и вернуть эти деньги. Вот только благодаря этому что-то еще крутится. А если, значит, тот, кто взял кредит, типа Греции, скажет, да зачем, что отдавать-то? Что, ребята, жалко, что ли? Напечатайте еще. Вы же напечатали те деньги. Андрей, изначально бумажные деньги были долговыми расписками Госбанка. На старых царских рублях так буквально и написано. В Советском Союзе, как бы, формально деньги обеспечивались золотом. Насчет того, что там на старых царских рублях было написано, вот я не уверен, поэтому не буду говорить. Американский доллар, он тоже обеспечивался золотом. Ситуация рухнула каким образом? Она уже, в общем-то, была на грани. Ситуация стала нетерпимой тогда, когда, значит, господин Деголь собрал, значит, кучу этих баксов, погрузил их в корабль и отправил в Америку с предложением, в общем-то, загрузить на этот корабль то золото, которым эти доллары обеспечены. Выяснилось, что золота у американцев столько нет. Значит, я не помню, и не знаю точно, как эту ситуацию американцы разрулили. Хочу сказать, что никакого золота, никакого Деголь они отдавать не стали. Но с тех пор, в общем-то, так сказать, вот это золотое содержание доллара, оно как бы исчезло. То есть, изначально в игру деньги вводились как, в общем-то, некая бумага, долговая расписка, вот некого золота, которое где-то там лежит. Но на сегодняшний день никакого золота нигде не лежит. В Америке там условно лежит какое-то золото, но это чисто условно. Вообще, вся мировая финансовая система, тут не американцы виноваты, там, не европейцы, это чистое сплошное жульничество. Я свое, так сказать, мнение хочу высказать, это сплошное жульничество. То есть, когда какие-то игроки, участники рынка, пусть даже они называют себя государствами, там, еще кем-то, так сказать, вот, центробанками, вот, они из воздуха произвели вот эти деньги. Понимаете, так сказать, они заставили одних товарищей эти деньги взять, значит, как бы в кредит, а других товарищей заставили на эти, как бы, бумажки продать, как бы, так сказать, свой товар. И так они запустили эти деньги в оборот. Значит, как бы, это все ходит. Но, понимаете, так сказать, если подвести, так сказать, сальдо с бульда, свести, то выяснится, что вся эта эмиссия, это все, в общем-то, чистой воды надувательства. Понимаете, так сказать, потихонечку из-под денег достали там золото, и советские деньги тоже были там золотом, как бы, гарантированным. Потихонечку. Но народ по привычке-то рассчитывает, да, как бы, есть там долговые обязательства. Но по большому счету ощущение, что все это какое-то надувательство, в общем-то, так сказать, становится все больше и больше. И вот греки, они ярко это дело высвечивают. Понимаете, как прожектор. Ребята, это надувательство. Я хочу напомнить в начале второго часа, что в четверг будет эфир и радио программы «Русский взгляд». Эфир будет не только на радио, но и в Ютубе. И я так думаю, что мне помогут проведение эфира по скайпу наши единомышленники. То есть, это будет такой режим обсуждения, режим беседы. То есть, вы сможете открыть плеер на сайте, и там должен быть плеер Ютуба. Либо там с плеера на сайте перейти в Ютуб. там разные варианты будут предусмотрены. Так что, я хочу напомнить вот такую информацию, которую я уже давал в прошлой передаче. Программа будет выходить в 22 часа. Значит, мне пришло достаточное количество писем, из которых я, в общем-то, посовещавшись, я, в общем-то, сделал вывод. Мы сделали вывод, что время выхода передачи не надо менять. То есть, 22 часа люди привыкли, значит, соответственно, 22 часа будет выходить программа, так же, как она проходила на радио, она будет выходить и на Ютубе, значит, параллельно. То же самое будет на Ютубе, но транслироваться еще в видеоформате. Видеоформат тестируется, я так полагаю, что нужно идти в ногу со временем, вот, и Ютуб, возможно, более такой прогрессивный способ общения. Еще там 5-6 лет назад, 5 лет назад, когда вышла первая передача «Русского взгляда», первый выпуск, скорости интернет-каналов, значит, у массы людей были достаточно такие вялые. А сейчас, я так полагаю, что скорости выросли в разы, возможно, где-то в десятки раз. И поэтому, в общем-то, Ютуб можно просматривать совершенно спокойно. В то же время, у кого там плохой канал связи, можно будет слушать по радио, как обычно. Это просто так я напомнил. Теперь, зачитая вот ваши вопросы, комментарии. Юрий Москва. Здравствуйте, уважаемый Владислав. Финансы базируются на доверии людей к денежной единице, к эмиссионному центру. Даже специальность в экономических вузах так и называется. Финансы и кредит. Если не отдавать долги Греции, рушится доверие к эмиссионному центру евро. В долларовой зоне ведь нет тех, кто не хочет отдавать долги. Вот и рост доллара. Есть, есть, уважаемый Юрий. Есть, кто не хочет отдавать долги. Украина не хочет отдавать долги. Значит, она находится, я не знаю, там, не в долларовой зоне считается, но, тем не менее, деньги, так сказать, ее долги там в долларах. Масса, значит, существует тех, кто эти доллары не хочет отдавать. И самый главный должник, кто не хочет отдавать доллары, так сказать, по тому курсу. Это американское государство, которое должно 18 там с чем-то триллионов долларов. Это тоже большая проблема. Именно в плане доверия. Вот тут Алексей пишет. Никакой проблемы с расчетной единицей нет. Та политическая система, США, ЕС, Китай, Евразийский Союз и тому подобное, которая покажет наилучшее качество управления, получит право определять расчетную единицу. Уважаемый Алексей, в теории, возможно, так звучит, получит право. А кто это право будет отдавать? Сейчас все хотят выйти из-под этих эмиссионных центров. Понимаете? Ну, стало понятно, что такое эмиссионный центр. Эмиссионный центр, это вот тот самый дядя, который производит вот эти фантики. И раньше оно как-то так плавно так перетекло. С той эпохи, когда, значит, вот эти бумажные деньги, они гарантировались ресурсами там золотовалютными, там, золотом, серебром, вот, которые лежали там где-то. А потом, как бы, из-под денег убрали это золото и серебро из этих, из-под, как раз, таких главных валют, мировых валют, из-под резервных валют. Это все так плавно убрали, а печатать деньги-то не прекратили. То есть, прекрасно поняли вот эти, так сказать, дяди, замечательную такую вещь, что, оказывается, можно печатать деньги, регулировать их хождение каким-то образом, вот, нельзя переборщить. И, в общем, на этом очень хорошо зарабатывать. Вот. И они действительно, значит, зарабатывают. Поэтому до поры до времени в этих вот странах, вот там, где вот эти эмиссионные центры были созданы, все процветало. Но на сегодняшний день, я так полагаю, что, значит, так как они уже набрали кредитов, или там, значит, в своей же валюте, которую сами печатают, они как бы все-таки оформляют это. Оформляли как кредиты. Если ему просто печатания денег не хватало, вот они набрали какие-то кредиты, и сумма этих кредитов, они превзошли вот некие рамки, которые вот нельзя было пересекать. Для того, чтобы сохранилось доверие вот к этой валюте и к этим эмиссионным центрам. И в мире, значит, начали на это дело смотреть по-другому, я так полагаю. Никто там право там никакое не получит. То есть реально деньги должны быть, знаете, выражены не столько тем, сколько напечатает эмиссионный центр, а деньги должны быть выражены, отражены там тем материальным ресурсом, который обладает каждый, значит, игрок или субъект на этом рынке. То есть, грубо говоря, взять вот каждому человеку, вот ему там, вот у него там еще там есть там квартира, машина там, ну или там что-то такое, знаете, стоящее, стоящее вот, имеющее постоянную стоимость. Земля. И вот на стоимость, то, что стоит там постоянно, вот на эту стоимость условную, выплатить ему, ему дать денег, ему дать денег. И каждый из этих людей станет эмиссионером. А он, получается, когда он дает кому-то деньги и берет что-то, вот, он, как бы, получается, берет в долг, вот, но гарантирует своей собственностью. Ну, вот как-то так. И тогда количество денег будет сбалансировано в мире. А сейчас все это, значит, я так полагаю, какое-то такое очередное, ну, не очередное, я бы неправильно сказал, это какое-то грандиозное такое жульничество. Глобальное. Это жульничество столетий. Не столетий, а столетий. И вот этот мыльный пузырь все-таки должен рано или поздно лопнуть. То есть, это я не говорю, что там он завтра лопнет или там даже через 10 лет. Но, вот мы, мне кажется, подходим к этому. Так, значит, Волков Николай, Владислав, доброй ночи. Вы же прекрасно понимаете, что Греция это очередной план за кулисы. Кто считает, как считаете, может, хотят курс евро уронить? Нет, я думаю, что Греция это Греция. Греки, в общем-то, старый народ, хотя вот эти нынешние греки, они, значит, имеют очень такое опосредованное отношение к древним грекам, там даже язык так сильно отличается. Но, тем не менее, имеют. Они, в общем-то, считают, что они продолжают ту традицию и имеют отношение к тем грекам. К грекам, значит, имеют, конечно же. И народ ушлый. Народ ушлый. В общем-то, его на мякине не проведешь. Поэтому они, когда взяли там в долг 250 миллиардов евро, они брали эти долги. Они, я думаю, что именно так и рассчитывали, что ничего отдавать не придется. А почему отдавать не придется? А потому, что это деньги напечатанные. Вот и все. Вы напечатали деньги, ну, напечатайте еще. Отдайте тем, кому мы должны. И все, и все будут довольны. А в ЕЦБ не хотят играть по этим правилам. Понимаете? Вот. И все уперлось вот в такой тупик. Так что тут скорее наоборот. Греция таранит вот этим вот этой своей позиции вот это за кулисью. Потому что рушатся правила игры, на которых основан вообще мир современный. Волков Николай. А потом нам впарьбуют в вузах про экономическую теорию и тому подобное. Собрались, небось, закулисники и делают, как им удобно. Хорошая у вас статья была про пропадут ли ваши доллары и кто нагрелся на курсе. Спасибо. Спасибо вам за оценку хорошую. Борис, в последнее время политики в один голос не допускают выход Греции из евро. Есть ощущение, что в ближайшие дни объявят новость, которую не ждут выход Греции. Это крепко уронит евро, а затем объявят, что избавившись от аутсайдера, еврозона окрепла. Евро взлетит. Некто крепко наживутся, как всегда. Как ваше мнение? Понимаете, смысл ситуации в чем? Тупиковость ситуации в чем? Выпустить евро и Грецию из зоны евро, значит, там есть проблемы, как на них эти долги повесить. Они готовы, давайте там мы выйдем из зоны евро, так сказать, тоже не будем платить, наверное, вот как-то так. Останутся в зоне евро, тоже не будут платить. И так, и так, и так, они, в общем-то, не могут от Греции избавиться. Не могут. Значит, кто-то должен заплатить эти 250 миллиардов евро. Оставить это дело без оплаты невозможно. То есть, если греки не заплатят, значит, всем это можно. Все, рухнет вообще вся финансовая система Европы. А дальше и американская финансовая система рухнет. Уверяю вас, народ поймет, что это все фантики. На самом деле, проблема только в том, что нет критической массы людей на планете, которая бы заявила, да нахрен не ваши фантики, давайте вот тут какие-нибудь, что-нибудь другое, понадежнее. Все. Если вот какая-то критическая масса людей, там, китайцы, там, к примеру, там, не все, там, а не знаю, 5 процентов, 5 процентов китайцев заговорят об этом, это дело подхватят весь остальной мир. То есть, нужна критическая масса, там, 1 процент населения планеты. Вот 1 процент населения планеты твердо скажет, нет, вы знаете, я, в общем-то, так сказать, уважаю вот более понятные там расчетные единицы. Не знаю, что там будет более понятные расчетные единицы, и вот, может, что-то там придумают. У меня есть идеи, есть идеи. Делиться в силу понятных причин не буду, не буду. Я думаю, что есть идеи в этом отношении очень серьезные, не буду, не буду. Считаю, что идея очень хороша, чтобы просто так ее отдавать, в общем-то, каким-то, так сказать, россиянцам или еще кому-то. Так, Вячеслав 67, Деголь получил французское золото, но, как известно, поплатился. Но он там не получил в результате. Ничего ему не дали. А потом его свергли, естественно. Юрий Москва. Уважаемый Владислав, рост экономики за счет кредита породил турбокапитализм в 80-е. США обеспечили себе рост, но и огромный долг. Теперь нужно обвалить стоимость активов и обеспечить следующий циклический подъем. Европа попыталась повторить рост за счет евро, но появились греческие социалисты, они помогут обвалить доверие к евро. Нет, вот, понимаете, так сказать, Юрий, обвалить доллар нельзя. Как только обвалится доллар, его восстановить нельзя будет уже никогда. Соединенные Штаты утратят свою монополию, это, может быть, не совсем монополия, но утратят свою роль ведущего эмиссионного центра. Ну, фактически монопольного, мирового эмиссионного центра. То есть, они печатают деньги, эти, значит, и эти деньги, они разбрелись по всему миру, они гарантированно, вот тут написал, значит, один из слушателей, он, в общем-то, так сказать, сказал, написал то, что, в общем-то, я говорил о том, что американские доллары гарантируют американские же, значит, мегакорпорации, которые производят такие серьезные, в общем-то, так сказать, вещи. Здравия от Юрии, Санкт-Петербург, здравия, доллары обеспечены продукцией американских мегакорпораций, их устраивает система, а значит, мировой эквивалент останется прежним. Ну, вот, не совсем они обеспечены продукцией американских мегакорпораций, они обеспечены нашей собственностью и тем, что мы верим, что нам вместо долларов дадут, вот, мы предъявим какой-то доллар, и нам там продадут золото, машины, квартиры, там, какие-то товары, услуги предоставят, а вот, а если вот какая-то часть людей скажет, нет, мы не хотим долларов на планете и придумают что-то другое, а такое вполне возможно, потому что, значит, что такое доллар? Это фантики. Опять же, я не хочу там как-то сказать, что они ничего не стоят. Нет, они стоят, потому что за доллары можно купить и еще, я думаю, что какое-то время будут стоить. Но, тем не менее, набрав вот эти колоссальные долги, государства Европы и, значит, Соединенные Штаты, они подвели ситуацию к тому, что какая-то часть людей может игру эту раскусить и отказаться собирать капиталы в долларах и вообще заключать сделки в долларах. И тогда все, все тогда распадется. Понимаете? Значит, не факт, что там Америка там сразу, значит, впадет там в экономическую депрессию, какой-то, не факт. Наоборот, может, Америка освободится от этого, так сказать, долларового там долга, колоссального, но, тем не менее, она утратит свою роль эмиссионного центра. А это дает просто колоссальные преимущества. Просто. То есть, они могут финансировать свою экономику, кредитовать свою экономику, как они хотят. Выпускать эти доллары в любых количествах, потому что в мире эти доллары там разбирают, маневра. Мир обеспечивает Америку там товарами, ресурсами, услугами, работой какой-то. Потому что американцы, американцы тоже, конечно, поставляют все. Но, тем не менее, у них есть какой-то такой, знаете, в бизнесе очень важно поле для маневра. У них есть поле для маневра. У них есть какой-то финансовый задел. Это очень важно. То есть, они все сами производят, в общем-то, очень серьезные товары, станки там производят. Я думаю, что основную массу чипов в мире производят на американских станках. Программное обеспечение американское, еще дохрена чего-то американское. Но, тем не менее, вот эти доллары, они позволяют им чувствовать некую свободу в своих делах. Владислав, в одной из ранних передач вы говорили, что отвязка доллара от золота был необходимый шаг, который пошел на пользу экономики США. Так как золота просто не хватало для общего объема экономики. Да, совершенно верно. Золота не хватало. Вот, значит, американцы, я думаю, фактически есть, значит, отвязка от золота, как бы, которая произошла юридически, я не помню, там, в каком году, там, в 69-м, или там, в 67-м, там, или в 70-м каком-то году, не помню. Но фактически, отвязка произошла раньше. То есть, когда Деголь, набрав эти доллары, предъявил американцам эти доллары, сказал, ну, давайте, так сказать, вот то золото, которое содержится, вот якобы, как бы, вот в этих долларах. Вот вы печатаете доллары, обеспеченные неким золотым запасом в Форт-Ноксе. Вот я вот, так сказать, возвращаю вам доллары, а мне верните, в общем-то, а мне дайте вот этот золотой запас. То есть, тогда они отказались от такого золотого эквивалента в долларе, который содержится в долларе, юридически. Но фактически, я думаю, что начали печатать долларов больше, чем у них золото, значительно раньше. Так как на Урай эти бумажки, значит, принимались во всем мире. Вообще, люди такие, существа, вот там было исследование про, значит, этих павианов, которые там пытались там что-то там собирать, даже вот обезьяны, они что-то собирают. Человек такое существо, оно любит собирать. Что-то любит собирать, вот, так сказать, вот они собирают эти бумажки. На самом деле, если эти бумажки прекратят собирать, вот эти счета там, эти, так сказать, долларовые там у людей, вот в один прекрасный день все эти счета решат, значит, на эти счета, значит, что-то там купить, перевести в некую другую форму. В общем-то, долларов будет небольшой избыток, я так полагаю. Парагвай. Здравствуйте, Владислав. Однако был уже прецедент в конце 19-го, в начале 20-го века. Турецкая империя обанкротилась, не смогла вернуть долги. Над ней был официально введен режим внешнего управления. Например, доходы с таможни сразу отбирались в счет погашения долга и тому подобное. Ну, а если так, так же с Грецией поступит? Знаете, там была немножко другая ситуация. Там немножко другая ситуация. Все-таки, понимаете, Турция управлялась султанами. И султан мог это дело реализовать. А Греция, демократическое государство, там никогда не выберут таких, так сказать, деятелей, которые согласятся таможню отдать европейцам. Вот кто победил сейчас в Греции? Причем победил однозначно на парламентских выборах. Победила партия, победила там, коалиция партии, которая однозначно сказала, денег не вернем. Не важно, как она называется. Абсолютно не важно. Просто у нее одно название в этой партии. Денег не возвращаем. Хрен вам, они деньги. Печатайте еще. И все. У них мандат греков, населения Греции. То есть султаны, они все-таки, так сказать, были ограничены, значит, как с одной стороны это, да, там, правитель государства, а с другой стороны все-таки это там частное лицо, там, входил все-таки в какое-никакое сообщество монархов. Вот поэтому, в общем-то, деньги надо отдавать было. Ему и сказали, деньги-то надо отдавать. То есть к нему как к частному лицу обращались. А к грекам там ко всем, как к ним обратишься? Значит, они вот, избрав вот эту партию, не возврата денег, они послали всех далеко-далеко. Гарри Тюбинген. Современные деньги образуются из долговых обязательств. Каждый банк создает с разрешения Центрального банка новые деньги, раздавая кредиты. Выдан кредит конкретному человеку на 100 тысяч долларов. Появилось обязательство данного человека отработать этот долг, создав при этом реальных ценностей на соответствующую сумму. Все замечательно. Он получает 100 тысяч долларов в виде кредита. Но на эти 100 тысяч долларов он заранее берет у другого человека, который ничего не должен, вот эти, так сказать, товаров на 100 тысяч долларов. А следующий человек получает вот эти фантики. Вот, на самом деле, как бы, тот эмиссионный центр запускает фантики. И люди начинают обмениваться, обмениваться этими фантиками. Ну, по привычке, сила привычки. Вот, они же знали, что, значит, за фантиками стоят там, стоят там золотые запасы. То есть, человек взял этих, так сказать, марок, вот, или там, долларов американских, пошел в ближайший банк и сказал, выдайте-ка мне серебром. Серебряные доллары были не очень удобны. Значит, серебро, золото, оно не очень удобно в обращении. Потому что, нужно каждый раз перевешивать, пробовать на зуб. При перевешивании и пробовании на зуб, просто при там, расчете этих золотых, серебряных долларов, металл стирается. И поэтому, бумажные деньги, они появились как некое удобство. Вот, как вот сейчас появились, появились цифровые деньги. Что, ну, бумажные деньги, ты вот не отдашь человеку, который в Москве, а цифровые, с карточки на карточку, чик и перевел. Вот нам, кстати, так сказать, поддержку оказываете, так сказать, вот там цифровыми этими самыми. Значит, можно там, хоть с Америки, хоть там с Австралии, значит, хоть там с Владивостока, там, с Москвы, там, откуда угодно, с Питера. Ну, можно как бы это сделать. То есть, это как бы удобство. И это так оно, так они и возникли, вот эти бумажные деньги, вот, в европейских странах, в Европе. Значит, золото лежит в банке, ну, чтобы оно не стиралось, не портилось, понимаете, потому что, так сказать, там вот какой-то пожеваный, пожеванная бумажка, там, я не знаю, так сказать, пять рейхсмарк, она, в общем-то, тем не менее, никак не отражается на качестве того, того серебра и золота, которое лежит там в хранилищах вот этого рейхсбанка. Ну, лежало тогда. И поэтому обменивались вот этими, значит, бумажками. А в хранилищах там все лежало. Но в какой-то момент правительство, в какой-то момент, в общем-то, так сказать, вот эти ушлые финансисты, они это дело, так сказать, просекли и заменили эти, значит, бумажки, которые были обеспечены вот этим серебром и золотом в банках, они заменили просто бумажками. А люди-то это не заметили. Человек, который, значит, там получает кредит в 100 тысячах долларов, он, правда, так сказать, он получает бумажки, но уже у другого человека, когда на эти бумажки он получает реальный товар, я не знаю, там, стадо коров. Вот у него он ферму решил, так сказать, тут основать, так сказать, на 50 тысяч долларов покупает стадо коров, на 50 тысяч долларов строит ферму. Ему-то вот эти, друзья-то, отдают реальные материальные ресурсы, коров там, 10 коров, или там сколько-то, строят эту ферму, значит, и получают бумажки. Им сказал дядя в эмиссионном центре, эти бумажки ты вот отдашь вот еще там другому ГАНСу, и ГАНС тоже, так сказать, на эти бумажки должен что-то, так сказать, там дать. И все там замечательно, но самое главное, есть эмиссионный центр, который эти бумажки, так сказать, создают. И он регулирует уже там ставку, все такое. И таким образом вся экономика очень-то хорошо управляется. Но время вот этого, так сказать, вот такого управления, оно подходит к концу. Почему? Потому что государство очень, государством очень понравилось это дело, и они залезли в карманы этих граждан, то есть они начали печатать этих денег много очень. Значительно больше, чем оно нужно. Либо там где-то, так сказать, играть с этим. Люди там, значит, начали откладывать эти деньги, что на самом деле замечательно. Значит, человек отдал там материальных ресурсов, так сказать, и отложил там евро. Я ему говорю, о, молодец, молодец, откладываешь евро, все хорошо. Вот, то есть на самом деле он позволяет этому государству еще там печатать, так сказать, этих денежек, вот, и, так сказать, и пользоваться вот этими, значит, евро, которые там у людей там в чулках. Чем больше у них в чулках, тем лучше. Главное, чтобы незаметно было. Ну, вот в истории с Грецией стало заметно, Алексей. Весь фокус заключается в том, что система устроена ровно так, как вы рассказываете. Деньги эмиссионный центр не печатает. Новые деньги создаются, когда кто-то берет кредит в банке. Например, покупая дом или машины, все деньги выпущены под реальные активы. Тем не менее, в какой-то момент люди могут отказаться. Они выпущены под реальные активы. Да, этому банку деньги должны, но у банка есть вот это вот соблазн. Тем более, банк подчиняется политикам. Соблазн напечатать денег больше. Что они, в общем-то, и делают. Поэтому реально, я думаю, что денег значительно, значит, больше запущено. И поэтому реально эти правительства там должны, там, или корпорации, так сказать, должны намного больше денег. И поэтому, я так думаю, что и можно объяснить некоторые успехи американцев, в том числе, вот этим грамотной работой со своим эмиссионным центром. Правда, за этим эмиссионным центром существует серьезная, очень стабильная политическая система, серьезная экономика, военная сила. Но, тем не менее, понимаете, так сказать, это не исключает, это не отрицает того факта, что американцы все-таки запустили этих денег очень много в мире, и они пользуются, так сказать, чужими ресурсами. А ну, этот факт, давно это все заметили. Я это не осуждаю. Они сделали совершенно правильно. Но сегодня вопрос, я о чем хочу сказать, но сегодня вопрос стоит таким образом, что ощущается потребность в некой новой валюте. Потому что вот эти, значит, эмиссионные центры, они немножко уже, так сказать, начали, так сказать, совсем мухлевать в таких больших объемах. То есть, раньше они мухлевали в маленьких объемах, а сейчас стали мухлевать в больших объемах. То есть, грубо говоря, знаете, как вот банкир, вот он пользуется там вашими деньгами, а вы, как бы, значит, там не идете за деньгами, значит, не идете, он, так сказать, дальше пользуется вашими деньгами. Потом, значит, заработал проценты, потом еще что-то, так сказать, вот. И чем дальше, тем он больше мухлюет с вашими деньгами. А потом, в общем-то, вы выясняете, что банк эти деньги раздал, там что-то купил, и сказал, так вы что там за деньгами хотите прийти? ой, извините, а мы тут не думали. А в мире вот эти миссионные центры как раз перешли вот эту черту, которую переходить было нельзя. Реально перешли. Гарри Тюбинген стоит 15-20% должников отказаться выплачивать долг одновременно. Вся система рухнет, потому что правовые системы современных государств не справятся с такой массой неплательщиков и связанных с этим судопроизводственных нагрузок. Я думаю, что этот вопрос даже немножко по-другому стоит. Если кто-то придумает какую-то единицу, какой-то эквивалент, ну, не биткоин, а что-то такое более реальное, и объяснит, как это должно действовать, на самом деле мировая финансовая система тут же закончится. И все люди останутся ровно с тем, что у них вот есть в руках. Вот у него есть там, значит, миллион долларов на счету, ну, и что, и за этот миллион долларов ему никто ничего не продаст. Народ стал умнее. Здесь еще, знаете, какой момент играет, на мой взгляд, роль? Информационного такого прогресса. Вот случился такой информационный прогресс. Основная масса вот жителей, значит, развитых стран, они шагнули вот с помощью паутины в некую другую информационную реальность. И философскую реальность, мировоззренческую реальность. И то, чего они там не могли понять, там, я не знаю, 20-30 лет назад, они сейчас, в общем-то, могут понять очень быстро. Они начинают понимать. Вообще многое в мире поменялось. Поменялась подходы, поменялась даже манера подачи материалов. Сейчас вот какие-то длинные материалы, вот мы раньше там тоже писали, там, материалы достаточно длинные, а потом поняли, вы знаете, длинные материалы, значит, они как бы не очень людей уже интересуют. В мире стал доминировать такой, ну, не совсем телеграфный стиль, но, в общем-то, это, так сказать, какой-то другой стиль даже. Я так надеюсь, что мы вот в этом стиле, значит, находимся в правильном таком русле. И по отношению к деньгам тоже, я так полагаю, изменилось что-то. То есть народ начал понимать. Вот те же самые греки, они все начали понимать. Те же самые украинцы, когда вот Генукович говорил там, дайте нам 150 миллиардов долларов. Он прекрасно понимал, что, в общем-то, и европейцы из своего кармана ничего не достанут и ничего ему не дадут. Вот он предполагал, что есть эмиссионный центр единый, будет политическая воля, напечатают денег и дадут им. Вот что он предполагал. И так же предполагали, я так полагаю, все там украинцы. Потому что они не понимали, как это будет, но, тем не менее, они как бы ожидали этого. Значит, если есть такое ожидание, значит, отношение к этим деньгам, оно изменилось. Понимаете? Оно очень серьезно изменилось. Игорь, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Владислав Александрович. Скайп работает. Скайп работает. Скайп работает. Можете звонить. Так, я пока вас зачитаю еще ваши вопросы. Дмитрий, здраво, Владислав. Деньги – это не обман столетия, а тысячелетия. Существует версия, что Юрий Цезарь был убит из-за того, что отказался разбавлять римские золотые монеты медью. У государства есть такой соблазн. У государства самых древних государственных образований, которые там начинали чеканить монету, они сначала чеканили нормальную монету, а потом начинали ее там разбавлять. Так что ничего удивительного нет. Или там заменяли золото серебром, серебро медью. Виктор Крах, валют, евро, доллар и так далее может радовать только тех, у кого их просто нет. А я совершенно тут не радуюсь. Совершенно тут не радуюсь. Дело в том, что вся эта ситуация с валютами – это результат махинации. Греки тоже смахинировали. Это тоже результат махинации. То есть взяли 250 миллиардов евро. Или 330 уже там. Ну, я думаю, что там с процентами, наверное, бежало. И попользовались, в общем-то, так сказать, чужим трудом, чужими товарами. Это тоже с их стороны махинация. На самом деле это плохо. И эмиссионные центры тоже занимаются махинацией. И в России эмиссионные центры занимаются махинацией. И поэтому возникает необходимость появления некого эквивалента, который будет обслуживать экономику, который не будет зависеть от этих махинаторов. Чаще-то еще пока ничего такое не придумало достойное, но тем не менее уже к этому подходит. Я даже сказал, что у меня есть определенные идеи на этот счет. Павел, Грецию могут заставить продать острова? Нет, никто ничего не заставит их продавать. Константин Тюмень. Значительная часть долга США, если я правильно понимаю, это фикция. Так как ФРС, как частная структура, не просто печатает деньги, а дает штатам их под проценты. А за что, собственно, платить проценты ФРС? Не говоря уже вообще о том, кто они вообще такие, чтобы печатать деньги. Уважаемый Константин, фишка в том, что да, все оно выглядит именно так замечательно, что их дают в долг Соединенным Штатам Америки. Но скажите, вот как вы бы отнеслись, если бы вам каждый год давали бы долг? У вас долг рос, рос, и так вечно было бы. Вы понимаете, что так вечно не может быть. На самом деле то, что происходит в Америке, оно как бы вечно. То есть долг растет, а они каждый год все равно берут в долг. И оплачивают долг проценты, долг какие-то, выплат нету, значит, оплачивают проценты. Тоже из новых долгов. На самом деле это чистой воды пирамида. То есть, грубо говоря, представьте себе, вы пошли, взяли в долг 100 тысяч долларов. В течение года или через год вам нужно заплатить 10%. Вы пошли, взяли в долг 50 тысяч долларов, заплатили 10% за прошлогодний долг. У вас долг 150 тысяч. 10% вы заплатили, у вас еще 40 тысяч осталось. На следующий год вам нужно платить 15%. Ну, возьмем там, предположим, что 10%. На самом деле американцы берут под процентом 1-1,5%, 2%. На следующий год вам нужно платить 15 тысяч долларов. Вы опять идете в банк и берете, значит, еще там 100 тысяч долларов. Оплачиваете 15 тысяч долларов, у вас еще остаются деньги, так сказать, дополнительные, там еще там, в общем-то, так сказать, 85 тысяч. На следующий год вы должны заплатить 25 тысяч долларов. Вы идете в банк и берете там 125 тысяч долларов. 25 тысяч отдаете, 100 тысяч вы отрядите на свои какие-то дела. У вас там 30 тысяч долларов долга, но тем 300 тысяч, или там 350 тысяч. И так каждый год вы ходите, там миллион, 2 миллиона, 5 миллионов. Вы так бесконечно. Там можно дойти до любой суммы. Выходите в банк, берете столько, сколько вам нужно. Ну да, вам пишут долг. Ну и что? Ну и что? Вот. И это и есть, в общем-то, махинация. Потому что банк ваш. То есть, ну, сделаем небольшую поправочку. В нормальном банке никогда вам не будут, в общем-то, давать эти деньги, так сказать, так, как вот я по той модели, про которую я рассказал. Но, возможно, такая модель возможна, если банк ваш. Вот это возможно. То есть, вы ходите в свой собственный банк. Вроде бы у вас, как бы, так сказать, денег нет. И банк, вы управляющий даже банком. Он даже не ваш собственный, вы просто управляющий банком. Просто у вас вы вечный управляющий. Банк на вашей земле находится, вы вечный управляющий. И вот таким образом, в общем-то, так сказать, вы тут себя аккредитуете, там, десятилетиями, столетиями. Но единственное, конечно, вот даже вот в плане, там, десятилетий, столетий, все должно когда-нибудь, в общем-то, так сказать, где-то как-то завершиться. Вот о чем я говорил. Так, а за что, собственно, платить проценты ФРС, не говоря уже вообще о том, а кто они вообще такие, чтобы печатать деньги? Ну, вот это уже, так сказать, другой вопрос. Система работает. Самая главная система работает. Алексей, вся эта греческая история кончится, как обычно, цветной революцией. Новое правительство ведет строй а-ля Украины, и все будут сидеть тихо. Вот Игорь звонит. Да, слушаю. Здравия, Владислав Александрович. Здравия. Очень приятно, конечно, дозвониться. В какое-то время в последнее пропала обратная связь. Да. Поэтому атмосфера, знаете, уже не совсем была та, как прежде. Да. Так что надеюсь, что в новом эфире, в новом формате, точнее, будет как-то больше интерактива. Посмотрим. Так что, да, да. Спасибо за работу, конечно, за все. Такое небольшое отступление хотел сделать. За несколько передач назад насчет компьютеров вы говорили, насчет того, что они устаревают, точнее, работают медленнее. Да. Такая проблема. На самом деле, будет, наверное, полезно некоторым это тоже отметить. То, что когда вы обновляете, сбрасываете, соответственно, систему до первоначального состояния, просто необходимо отключить обновление самой системы Windows. И на самом деле это даст работоспособность такую, как она была при покупке первоначально. Соответственно, это на самом деле большой плюс. Ну ладно, это просто хотелось сказать, на самом деле, может, кому-то поможет. А по теме передачи. Если вот вернуться, опять же, к золоту или к серебру или к другому эквиваленту, на самом-то деле, по большей части, бесполезному в мире, не будет ли это такой же ситуации, не будет это равносильно с современным бумажным, например, электронным деньгам. В том плане, что если люди откажутся от их использования, толку не будет ровно так же от какого-то металла или еще какого-то эквивалента, ровно как и от бумажных денег. Это первое. И вот что меня особенно интересует, при современном развитии технологий, так называемый, может быть, постмодерне, эпохи такой наступающей перемещения больше в интернет-сферу, то есть создание многих пузырей, как некоторые их называют, тоже акции интернет-компаний, корпораций. Если вот рассмотреть, наверное, пример простой, то есть вот ты взял кредит какой-то небольшой в банке, без процента, если уж так говорить, как многие из нас стремятся добиться такой ситуации, произвел продукт, который ценится уже больше, то есть какое-то программное обеспечение к тому же. Соответственно, опять же, денежная масса возрастает, так как получается добавочная стоимость. Иначе мотивации к работе же нет. Ну да. То есть это необходимое развитие системы. И вот мне хотелось бы послушать ваши комментарии все-таки на дальнейшее развитие, то есть уход, например, в интернет-сферу, сферу технологий, потому что, я думаю, топтаться на месте в современной ситуации особого смысла уже нет, так как система все-таки отработана и работает, и мне кажется, особых изменений все-таки не будет наблюдаться, пока мы не уйдем в какую-то другую область, более такую высокую. То есть вот рассмотреть эту градацию, одно дело там пшенок собирать, которая определенно полезна всем, а другое дело современной технологии. То есть вот эту оценку хотел бы от вас услышать более подробно и комментарии на эту тему. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Игорь, что дозвонились, были настойчивы. Но попробую свою позицию высказать по тем вопросам, которые вы поставили. Ну, первое, по компьютерам. Вернуться к первоначальному состоянию, первоначальной версии Windows можно, конечно, но, понимаете, постоянно появляются какие-то обновления, какие-то новые программы. Microsoft мотивирует обновления тем, что нужно какие-то ремонтировать какие-то заплаты от каких-то вирусов. Может быть, они сами эти вирусы, в общем-то, и создают. И действительно, если человек не заплатывает свой компьютер, эти вирусы могут тоже повлиять на скорость его работы. И таким образом создается, на мой взгляд, какая-то замкнутая система. Хождение какое-то по кругу. Но если ты не обновляешь систему, то, в общем-то, рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что, в общем, так как я говорю о тех, кто пользуется активно интернетом. И даже не очень активно. Если у тебя стоит там компьютер, вот раньше, там, в 90-е годы, вот стоит он компьютер, нет никакого интернета, ты там пользуешься какой-то программой одной, не ставишь чужие дискеты, и все, никакого вируса у тебя нет. Хотя вот даже тогда уже там были вирусы, значит, если ты пользовался какими-то дискетами, какие-то вирусники уже были. Что они делали, я не знаю. Но уже тогда было. Для того, чтобы залатать эти дыры, значит, тебе нужно там было там пользоваться первыми еще вот этими антивирусами. А когда появился интернет, значит, соответственно, ты там что-то скачал, не скачал. Соответственно, появился интернет еще когда вот скорости-то были там вообще 24 килобайта в секунду или килобита, там, какие-то такие-то были смешные, смешные скорости. Там даже радио нельзя было бы это послушать. Там страница 100 килобайт, она, в общем-то, считалась тяжелой страницей в интернете. Вот эти времена я помню. Да, вот тогда уже, значит, нужно было там обновлять там уже компьютер. Уже там появились обновления, и все это работало. Значит, не обновишь компьютер, все, так сказать, система у тебя там будет безнадежно заражена вирусами или там иметь какие-то дыры. Исходя из этого, люди обновляются. Не потому, что там им там хочется очень, или там они пытаются играться. Вот даже там на... Я Windows, значит, пользуюсь только вот эфирный компьютер, вот, ушел от него. Но даже этот эфирный компьютер, если ты его не обновляешь, значит, появляются какие-то процессы, странные совершенно, которые очень похожи на вирусные. В результате надо обновлять. Обновляешь, машина начинает работать там. Ну, не то, что совсем медленнее, но как-то вот, что-то, так сказать, чуть-чуть, возможно, помедленнее. Вот как-то так. Вот как-то так. Теперь по поводу того, что вы задали вопрос, он такой немножко пространный был вопрос, по поводу там современных технологий. В общем, куда все это движется? На мой взгляд, движется к некой форме человеческого такого, развития человеческого самоуправления. Государство, государство, они, я не хочу сказать, что они отжили свою... Нет, они не отжили. Но государство требует со стороны общества контроля. А случилась удивительная ситуация, что государство вышло фактически из-под контроля общества. Ну, в России она вообще никакого под контролем общества не была, да. А на Западе? На Западе государство вышло из-под контроля общества. И вот, значит, ситуация с деньгами, с этим мухляжом совсем. Это как раз форма выхода из-под контроля. На самом деле технологии, техники, техника, технологии, они будут развиваться в направлении все большей, так сказать, возможности людей коммуницироваться. Коммуницироваться. И создавать какие-то, значит, социальные сети, социальные какие-то структуры, которые... Структуры самоуправления, производственные какие-то структуры. Которые, в общем-то, будут достаточно автономны от государства. Вот мне так кажется. Как это еще пояснить свою мысль, не знаю. В первую очередь, вы знаете, есть потребность. Самая большая потребность в автономных источниках питания. Вот если были бы автономные источники питания, я так полагаю, что масса людей уехала бы из городов при наличии там каких-то ресурсов. Можно было бы запастись там всем, значит, и жить там в прекрасных каких-то, так сказать, таких благодатных райских местах. Все упирается в источники питания. Знаете, так сказать, в какие-то леса, в горы, там, ну, не провести электроэнергию. Один человек туда может уехать, но коллективно туда переехать очень сложно. Я так полагаю, что самое основное – это вот поиск новых источников питания. Вот в этом направлении все будет развиваться. Наличие новых источников питания, оно обеспечивает человека свободой. То есть вот как вот сейчас появились современные смартфоны, которые держат у меня там смартфон, держат там двое-трое суток, причем я там активно пользуюсь. Активно. Там не смотрю там видео, не слушаю музыку, но там для каких-то своих дел пользуюсь. И на самом деле вот эта возможность, смартфон, он дает возможность пользоваться интернетом на скорости LTE. То есть было 3G, а сейчас LTE. То есть скорость 10 мегабит в секунду, а может и больше, я даже не замерял. Оно сразу дает элемент такого, так сказать, освобождения времени, ресурсов. Нет необходимости там постоянно к стационарному компьютеру и даже к ноутбуку подходить. Ты там можешь находиться где-то и пользоваться смартфоном. Вот это вот желание людей быть независимыми, автономными, оно будет диктовать вообще развитие всего. Ну и там 3D-принтеры, я тоже так думаю, что это все за ними будущее. А по поводу вот всего ряда каких-то изделий, я боюсь, что не смогу, знаете, достаточно обоснованно высказаться. Потому что 20 миллионов товаров человечество производило 30 лет назад. Сейчас, я так полагаю, то ли 40, то ли 50 миллионов товаров, наверное, наименований товаров, наименований товаров человечество производит. И поэтому что оно как бы изобретет, я не знаю, в той или иной области? Алексей, демократия закончится сразу после краха финансовой системы. На смену демократии придет фашизм, который на Украине обкатывают. Так что социалистическую Европу, к сожалению, ждет махровый фашизм. Не удивлюсь, если ведут долговое рабство. А СМИ промоют мозги населению как надо. Вы знаете, я думаю, что в мире может случиться все. Вот может случиться все. И дай бог, чтобы этого, в общем-то, не случилось. То, что я говорю, оно похоже на плохое пророчество. Но на самом деле это может случиться и через 50 лет, а может случиться в ближайшие 2-3 года. И такое, и такое может быть. Все зависит от каких-то игроков, которые управляют этим миром. От кукловодов вот этих тайных. От того, как они договариваются. От того, как они решают какие-то вопросы. И, в общем-то, от высших сил. И от случайностей, я тоже думаю. В общем-то, которые там являются не совсем случайностью. Которые не совсем случайностью. А, значит, древние называли это промыслом божьим. Так. Константин Тюмень. Владислав, как вы думаете, продление санкций ЕС в день начала войны с СССР это простое совпадение или знак? Ну, конечно, не простое совпадение, уважаемый Константин. Это, естественно, знак. Это, естественно, знак. То есть, я так полагаю, там люди все прекрасно понимают. Может быть, там те, кто, так сказать, голосовали, или там говорили об этом, не знали. Но какие-то люди, которые там понимают, что к чему, не остановили. Значит, это, соответственно, не случайно. Соответственно, не случайно. В этом, возможно, есть какая-то, вот, какая-то такая, значит, заключена в этом каббалистическая какая-то загадка, или, наоборот, каббалистическое, так сказать, какое-то там решение вопроса с Россией. Вот. Что нужно именно в этот день объявить о санкциях. Многие вещи, они диктуются не логикой, не здравым смыслом, а некими оккультными такими, каббалистическими, нумерологическими, астрологическими подходами. Юрий Москва. Уважаемый Владислав, греческие коммунисты обвалят евро, а не доллар. Поэтому они помогут доллару, а не евро. Доллар так и останется единственным всеобщим эквивалентом доллар из доллара. А коммунисты всегда помогают доллару. Россию вон в семнадцатом году вывели из мирового оборота. Ну, я бы не сказал, что греческие коммунисты обвалят евро. Нет, они обвалят и доллар, и евро. И там, и юан, и все остальные мировые валюты. Понимаете, так сказать, смысл в чем? Дело-то не в каких-то там математических расчетах, не в этом. А дело в самом факте вот этого печатания денег. Публика не понимает, вот, значит, откуда происходят эти деньги. Ну, может быть, она как бы знает об этом, значит, догадывается, но не придает этому значения. А ситуация с Грецией, она высветит совершенно вот такую вот другую ситуацию вот с этими вот этими, значит, нарисованными фантиками. Оказывается, эти деньги, они просто где-то печатаются, и можно их взять и не отдавать. И на самом деле ничего страшного не произойдет. Ну, действительно, ну, напечатают еще денег. И греческие товарищи говорят, напечатают, да напечатайте еще. И масса людей в мире, значит, которая думает, которая любит складывать вот какие-то там материальные ресурсы там в мешочек, она подумает, опа, слушай, а тут это же фантики. А что я их тут собрал, этих там долларов, там евро? Да нахрен они там нужны? Надо что-то другое, понадежнее. Это в крови у людей. Золото понятно, золото это товар. И начнут резко искать какой-то заменитель. И не факт, что не найдут. Потому что сейчас совершенно другая ситуация с точки зрения поиска каких-то решений. Появился условный коллективный разум, созданный с помощью интернет-сети. То есть масса людей что-то предлагает, обсуждают. И в конце концов какой-нибудь там товарищ что-то все-таки предложит. Вот я вот, допустим, не хочу говорить. А кто-то вот скажет. А другой, значит, услышит. Может быть, там даже не сильно здоровый человек скажет. Вы знаете, а вот у меня такая идея. А другой там чуть поумнее скажет. Опа, а здесь тут что-то есть. Разовьет ее. А третий, значит, к этой идее добавит еще там какие-то, так сказать, нюансы, детали. И так работает коллективный разум. И этот коллективный разум может придумать что-то. Понимаете, так сказать. Это самая важная вещь. В чем хранить бабло? Ну, бабло не в плане, так сказать, долларов, рублей. А в чем хранить запасы? Ну, если там мышка запасы хранит в норке, в зернах. Несколько тысяч лет назад начали хранить в золоте, в серебре. Кто-то хранил там в этих самых, в мехах. Вот сейчас стали хранить в этих самых, в цифрах, в бумажках, там, доллары. Вот написано у человека, так сказать, я на счету. И эти доллары легко принимают везде. Это очень удобно. Эта вещь замечательно отличается в лучшую сторону от золота, серебра. Но, с другой стороны, это, как бы, в общем-то, не является полноценным таким эквивалентом чего-то. Пока все играют в эту игру, оно является. А люди могут прекратить. Скажут, нет, не хотим играть больше. Не хотим этих денег. Вот. Кстати, Россия и Китай там начинают говорить, давайте рассчитываться в рублях. Это как раз вот игры из этой области. Ну, просто, значит, это все такие жалкие потуги. Ну, я надеюсь, что мы, наши читатели, слушатели, вовремя сообразят, когда там будет, значит, переход к новой валюте, вовремя, в общем-то, так сказать, или к новому эквиваленту, вовремя этот эквивалент подсоберут. Ну, если, значит, это произойдет не скоро, ну, и хрен с ним, и хорошо, наоборот, значит, ну, что пусть будут у вас там доллары, евро там, вот. Ну, рубли, я вот, знаете, не могу, не могу я сказать, что рубли, так сказать, нужно там хранить что-то в рублях. Но, опять же, так сказать, на какой-то короткий период и рубли сойдут. На короткий период и юани сойдут, и даже там, может быть, так сказать, японские иены. Главное, чтобы у вас было что складывать. Вот это самое главное. И на этом я, на этом пожелании я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, Али-Радио, программа «Русский взгляд». С вами был Владислав Карабанов, Али-Радио, программа «Русский взгляд». С вами был Владислав Карабанов, Али-Радио, программа «Русский взгляд». С вами был Владислав Карабанов, Али-Радио, программа «Русский взгляд».